привет мои дорогие спешу показать вам очередной шедевр от уже и мы его в том числе ювелира смею на это надеяться вот я сегодня забрала его и быстренько не терпится мне вам показать девочки если кто-то помнит если не помнит в общем я показывала в видео о своей бижутерии одно украшение заказывала его с алиэкспресс это было лет шесть назад посеребренное украшение ничего особенного там вот единственно были натуральные камни вот жемчуг агат вот эти два вида жемчуга круглый и удлиненный и агат вот и там еще глашево присутствовал и крупный такой камень был агат вот но она когда пришло я так разочаровалась потому что она была мелким я думала он будет крупным но оказалось не не тот размер который я люблю но так как камни мне нравились в общем так она и лежала сколько лет ни разу я не сподобилась я его не надела вот и наконец-таки я нашла ему применением я считаю достойное очень вот такие серьги я попросила сделать ювелира зовут мурат огромное ему за это спасибо и за предыдущие мои серьги гильоши и за эти за эти украшения я попросила сделать его что-то такое знаете в стиле этно ну как вы говорят на коленке вот что-то такое грубое такое вот небрежное он очень удивился потому что он говорит что вела хану вы знаете наоборот все следят что было все там очень так все было аккуратненько там ни к чему не придраться а вы я куда вот нет я хочу вот так вот и в итоге получился вот такая красота мы долго рядили в общем судили как эти камни расположить мы с ним по отца по целый день в общем то так то сяк в общем он мне одну я ему 2 у меня 5 ему 10 в итоге мы выложили так как он предложил и уже вот я поняла что да это моё вот я хотела как-то хаотично получилось не совсем хаотично но тем не менее в общем я вот прям моё моё вот девочки к этому украшение еще прилагается сейчас покажу вот такое кольцо это комплект единственное я докупила сюда значит хрусталь вот хрусталинку такой круглой формы и каплевидный цвет раухтапаза мне так давно хочется что-то с раухтапазом но мне ни одно украшение не попалось у меня вообще нет этого камня в коллекции моей ну а тут я себя так потешила и сейчас со вспышкой смотрится коричневым а когда без вспышки на таком дневном свете он смотрится таким сероватым отливом очень сюда подходит я считаю на 5 таки на мой вкус вот агат я ношу вниз и серьги тоже на серьгами так как есть левая правая можно играться можно носить значит круглыми жемчужинками к щечке или же наоборот но это уже по настроению вот такая получилась красота сейчас я вам покажу моя любимая застежка видите очень короткая здесь вот этот штрек очень короткий они на ушки не отвисают он мне предложил несколько видов чеканки но я выбрала вот эту оказывается она называется мятая фольга это мне уже ювелир сам сказал вот так выглядит кольцо он сам предложил мне сделать вот эту основу потому что он сказал велуханом при крупных кольцах когда делаешь такую основу то кольцо на пальце не мешает и хорошо ложится и это действительно так крупный такой перстень вот но он не ощущается в смысле не мешает абсолютно вот он как-то четко сел видите он такой чуть-чуть полу чуть-чуть такой вогнутая вот это вот основа и поэтому за счет этого удобно не оттопыривается нигде ничего ой девочки я такая довольная я вам передать не могу я сегодня как забрала тут же на себя нацепила это в общем и пошла дальше по своим делам по городу с удовольствием в общем вот такая у нас получилась красота не знаю как на ваш вкус на мой так это вообще шедеврально с огромнейшим удовольствием я это буду носить теперь у меня малахит в мельхиоре то что было вот сейчас я должна придумать что с ним мне делать придумать ему достойную оправу потом серебра осталось маловато у меня лом сюда ушло представляете 60 грамм серебра на этом комплекте вот мне сейчас надо докупить лом и придумать что-то для моего малахита каплевидной формы надо что-то будет тоже интересно туда придумать оригинальное вот такие девочки дела еще у меня есть какая кое-какая задумочка ну там я уже более-менее так определилась у меня есть два кулончика на мельхиоре перламутровых вот с ними я еще кое-что планирую сделать жаль там кольца не получится только сережки ну уж ничего ну вот так вот девочки зацените посмотрите опять я хочу принести свои извинения по поводу комментариев потому что не отвечаю девочки вот не поверите скажите ну вот сейчас есть у нее время сидеть болтать да видео снимать а ответить нам людям времени нет девчонки не обижайтесь отвечу обязательно обязательно отвечу я в общем не знаю читала а кстати насчет того что я читала я читаю автора Симона Виллер она российский автор но она пишет под таким псевдонимом очень интересное у нее произведение сейчас я читаю про ведьму Малфриду вот там серия книг если кому-то интересно если любит кто-то такую тему то там про Киевскую Русь про ведьмаков про видовство в общем чародейники кудесники ну естественно там какие-то выдуманные дела ну там князь вот Игорь Киевский Олег Вещи был вот в общем читаю интересно мне ну так девчонки ну все всех вас люблю не обижайтесь на меня я вас очень прошу хорошо девчат все всем огромный привет вам девочки всех целую берегите себя и своих близких всем пока